Всем привет, ребята! Здорово, что все пришли сегодня сюда, в это место прекрасное, в котором я еще ни разу не был. Кстати, отличный тут офис. Повезло всем, кто здесь работает. Повезло всем, кто получил нормальное образование и работает здесь, я бы сказал, как выпускник воронежского журфака. Я бы посетовал бы. Ну да ладно. Я вообще не имею никакого отношения к IT. Я человек, который в воле случая так случилось, что я столкнулся с необходимостью использования протезов. И я уже довольно много об этом знаю. И я вам сегодня расскажу со стороны пользователя, то есть такой user experience, про то, что вообще из себя сегодня представляют бионические протезы рук, как они работают и какие есть основные мифы о протезировании, которые, возможно, у вас будут. Вы поймете себя на мысль, что многое представляли не так, как оно есть на самом деле. Сначала нужно сказать, что термин бионический протез – это скорее такой термин для широких масс. То есть когда этот термин употребляешь в кругу инженеров, которые занимаются разработкой, или врачей-протезистов, они немножко кривятся, потому что бионическим протезом является, по сути, любой протез, который антропоморфный. То есть любой протез, имитирующий конечность, по строгому определению термина бионический, является бионическим. А протез подобный можно назвать биоэлектрическим протезом или миоэлектрическим протезом или протезом с источником внешней энергии, но как бы так в массовом сознании приятно и просто, в принципе, коротко называть такой протез бионическим. Я сегодня так буду делать. Немножко о себе расскажу. Я пользуюсь протезами с 2014 года. Я занимаюсь многими какими-то разными активностями, связанными с современным протезированием в России. Помогаю людям выбирать в России протезы и получать их бесплатно, что тоже отдельная большая больная тема. В конце я немножечко об этом скажу. Еще, так волею случая, я снимался в роли дублера сериала «Толи робот», может быть, вы слышали, в прошлом году был. Вот на следующем слайде есть… Да, я вот специально оставил вам, что я не просто так, я человек серьезный, был в Москве на телевидении. Так вот, давайте начнем. Сначала я расскажу вам, как это, в принципе, работает. Биоэлектрический протез работает за счет двух электромиографических датчиков. Вы их видите в левом верхнем углу экрана. Эти два электрода прислоняются к мышцам предплечья. Они находятся просто в поверхностном контакте с мышцами предплечья. В моем случае предплечья. На ампутации, если уровня плеча, то это, соответственно, мышцы плеча. Эти два электрода прислоняются к мышцам и детектируют их активность. Если пользователь сжимает мышцу с внутренней стороны предплечья, то кисть закрывается. Если пользователь напрягает мышцу с внешней стороны предплечья, кисть открывается. Очень просто. Если кисть делает больше, чем один хват, то есть вот этот, например, хват в щепотку, и кисть позволяет менять хват и делать какие-то другие движения, то если при открытой кисти сделать еще одно сокращение мышцы на открытие, то прозвучит звуковой сигнал и вибрация, и кисть включится в следующий режим. Это режим кулак. И теперь я при помощи тех же самых двух мышц управляю сокращением кисти в кулак. Все довольно просто. То есть первый миф, который я хотел бы здесь развенчать, ни один из существующих протезов, который вообще доступен сейчас на рынке, не управляется как-то иначе. То есть все это мышечная активность, которая как-то интерпретируется электромиографическими датчиками, никакой нервной связи с искусственными конечностями в настоящее время, по состоянию на 2019 год, не существует, по крайней мере не существует в качестве готового продукта. Протез не управляется как рука, как обычная человеческая рука. Это не так. Это работает немного по-другому. На следующем слайде можно увидеть Алексея Ивановича Ремезова. Этот человек в 1957 году изготовил первый бионический протез руки в мире. Это произошло в Центральном НИИ протезирования и протезостроения Ордена Трудового Красного Знамени в Москве. То есть эта разработка, по сути, ей больше 60 лет и принципиально протезы никак не отличаются сейчас от того, что было тогда, как не прискорбно. Тут второй миф. Хочется размечать, что кажется, что бионический протез это что-то ультрасовременное, это вау, это вот появилось недавно, как классно. На самом деле этой технологии 60 лет и она, опять же повторюсь, принципиально никак не изменилась. На следующем слайде видно как раз макет вот этого сам протеза. Видно, что такой протез пока не было возможности носить, то есть огромные были аккумуляторы, надеть человеку его было невозможно. Но, опять же, он работал за счет двух электромиографических датчиков, которые присоединялись к мышцам предплечья. То есть точно так же, как любой самый современный, самый супердорогой протез сейчас. Так, третий миф. Следующий слайд. Многие думают, что протезы не обязательно куда-то внедряются и вживляются. Их нужно как-то обязательно в себя сверлить, иначе чудо не произойдет. На самом деле остеоинтеграция и вообще вживление протезов – это существующая практика, но она не пользуется популярностью, потому что смысла в ней пока мало. Потому что единственное там, например, что выгодал этот человек, это вот пользователь протеза из Швеции, поставив себе имплант в плечо, он выгодал то, что у него как бы отсутствует культиприемная гильза протеза, то есть та часть протеза, которая надевается непосредственно на культи у пользователя. И ему, например, не жарко летом в протезе, потому что протез у него не надет на руку, он просто вживлен. Это единственный, по сути, плюс, потому что он точно так же управляет открытием и закрытием протеза при помощи тех же самых двух мышечных сигналов, которые передаются уже через конкретно этот имплант. То есть нет никакого смысла в этом принципиального. Опять же, вместе с этим появляются проблемы, когда у человека такой имплант стоит в руке, ему нужно за ним ухаживать и вообще за ним следить, не ударяться. И понимать вообще, что у тебя на руке открытая рана, у тебя постоянно из руки торчит титановый имплант, за которым нужно ухаживать, вместо выхода его обрабатывать, это легко попадает инфекция. То есть все это довольно сложно, напряжено и, опять же, не распространено сейчас повсеместно. Следующий слайд и еще один миф – это то, что могут ли протезы чувствовать, и ответ, к сожалению, пока не могут. В Европе и в США есть несколько команд, которые занимаются вопросами обратной связи протеза, дать возможность человеку протезам чувствовать. И такие разработки уже в рамках лабораторных исследований показывают успехи. То есть человек реально с закрытыми глазами протезом может ощущать температуру, текстуру предмета. Это уже, опять же, существует. Но, к сожалению, пока еще не выходит за рамки лабораторий, и неизвестно, когда он появится в рамках готового продукта и сколько это будет стоить. Опять же, потому что ценообразование в протезировании – это отдельная тоже больная тема. Протезы стоят очень дорого, и любая новая технология, которая появится на рынке, опять же, будет стоить очень-очень дорого. На следующем слайде вы видите пользователя тягового протеза предплечья. Это технология протезирования, которая была изобретена в 19 веке. Вы видите, что протез человека приоткрывается, когда человек натягивает систему тяг, которая у него закреплена на плечах, то есть немного сводя лопатки или немного вытягивая руку, протез, его крюк открывается, и он может его призакрыть и брать предметы. И это сейчас самый популярный протез руки в мире. И дело не в том, что этот протез просто легко получить, потому что он дешевый, его легко обслуживать, но дело в том, что реально людям это удобно. То есть если сравнивать с тем, какие возможности дает бионический протез сегодня, то тяговый протез проигрывает ему не сильно. И если у человека есть привычка использовать такой протез, то он будет его использовать и будет использовать его виртуозно. Опять же, то есть видно, что на этом конкретном видео человек только учится пользоваться протезом, но если он там ходит с ним несколько лет, он может там виртуозно доставать какие-то самые мелкие предметы из своей сумочки, платить деньги, доставать карты, все что угодно делать, обслуживать себя в быту и ни капли не переживать ни о чем. И этот протез имеет право на существование. И пятый миф, который хотелось бы развенчать, вообще не важно, у какой у человека насколько крутой и навороченный, и дорогой протез. Нам кажется, что человек теряет конечность, нужно поставить человеку самое лучшее, самое дорогое, самое новое, под передний край науки. Давайте ему поставим, соответственно, мы вернем ему больше возможностей, дадим ему больше возможностей для того, чтобы вернуться к нормальной жизни. Но на самом деле смысл в том, что все зависит от того, насколько человек реально готов сам научиться пользоваться протезом. Потому что протез любой – это инструмент. И вот дай тебе инструмент какой-то сложный, то тебе сложно будет им научиться пользоваться, и возможно, ты быстро разочаруешься и подумаешь, что это все фигня, современное протезирование, отстой и так далее. Многие люди действительно разочаровываются, они представляют себе протезы как натурально замену наших конечностей, и не понимают, что протезы – это инструменты, которыми нужно учиться пользоваться. И это очень важно. Я думаю, что эту мысль я донес, а на следующем слайде я собрал самые топовые модели современных бионических кистей. Их стоимость начинается от 3 миллионов, там, где-то от 3, наверное, до 6. Они отличаются друг от друга. В них каждым определенное количество хватов. Какая-то кисть может сделать 6 хватов, какая-то кисть может сделать 30 хватов, какая-то кисть синхронизируется с телефоном, и ты можешь прямо в телефоне через софт менять те хваты, которые тебе нужны в первую очередь, или там смотреть, сколько еще засталось заряда через специальное приложение в телефоне. Но, по сути, протезы отличаются, каждая из этих кистей отличается друг от друга, как там какой-нибудь новый смартфон флагманский отличается от предыдущего флагманского смартфона. То есть отличия, безусловно, есть, но ничего фатального и такого важного и серьезного в этих изменениях нет. То есть изменения касаются дизайна, они касаются каких-то таких штук, которые особо сильно не влияют на жизнь пользователя. Тем не менее, протезов много сейчас на рынке появляется. Монополистом вообще в рынке протезирования является компания Отто Бок из Германии. Про структуру рынка я, думаю, не буду рассказывать вам особо подробно, если у вас будут такие вопросы, я расскажу. На следующем слайде хочется немножко вселить оптимизм. То есть мне кажется, иногда лекции такие немножко грустные, кажется, что ну вот, протезирование отстой, а мы думали, что мы тут уже терминаторы все. Но почему-то не появилась тут одна фотография. Ну ладно, не-не-не, назад, назад. Ну не суть. В общем, там на фотографии слева должен был быть человек, у которого очень-очень много электродов прислонены к культе плеча. И это та технология, которая развивается в протезировании сейчас. Идея какая? Придумали вставлять в протез не два электромиографических датчика, как сейчас, а 8, 10. И при помощи нейросетей тренировать протез самому понимать, какой хват человек хочет сделать. То есть сейчас я меняю хваты чисто последовательно. Вот сейчас у меня хват в щепотку, и напрягая мышцы я делаю хват в щепотку. Если я переключу хват на следующий, у меня следующий будет кулак, я буду делать хват в кулак. Но идея такая, что мы тренируем нейросеть на конкретном человеке, он делает там 100 повторений хвата в кулак, или там 100 повторений хвата в щепотку, и мы таким образом научим. Хотя я типа журфак окончил, объясняю вам, что такое тренировка нейросетей, вы понимаете. В общем, это новая технология, она появилась в этом году буквально у компании Отто Бок. Идея в том, чтобы дать пользователю возможность более натурально управлять протезом, это вот технология последних лет буквально. Следующий слайд показывает прекрасных людей, наших с вами соотечественников, пользователей современных протезов. И это я к тому, что в России получить нормальный протез реально, реально получить себе новую конечность и жить дальше счастливо и активно, если у человека есть на это силы и желания. Протез получить в России очень непросто. Там есть куча препятствий, которые могут быть на разной стадии, и, в общем, они могут возникать. Тем не менее, это возможно. И если человек знает, как отстаивать свои права, и он настроен на это, то протез получить нормально можно. И я вот, например, получил не этот протез, а вот который у меня на левой руке. Это тоже биоэлектрический протез, только однохватовый. И пару таких протезов я сейчас получаю за счет Фонда социального страхования в Органской области. Так что, опять же, пример того, что все возможно. Ну и да, наверное, на следующем слайде можно посмотреть, как же называется мой Инстаграм. И подписаться на него. Там всегда будет интересная информация по протезированию. И вообще там клево подписываться на него и на меня. Давайте я лучше отвечу на ваши вопросы, если они у вас есть. А у меня по фактической части все. Спасибо. Да. Слышно? Окей. Добрый день, Константин. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Очень приятно. Взаимно. Собственно, у меня вопрос. Насколько вообще развито производство протезов вот именно в России, именно в отечественной сфере? Есть ли какие-нибудь, может быть, отечественные компании, которые занимаются? Или есть компании, которые бабки на этом пилят? Ну, вот что-то такое. Хорошо. Ну, в 90-е годы у нас была одна компания из города Королев, которая занимается как раз, ну, вот всякой ракетно-космической отраслью. И они как бы между делом еще делали бионический протез однохватовый, который был, ну, очень плохой. И до буквально 2017 года в России не производились никакие бионические протезы. То есть в России существуют конкретно офисы иностранных компаний, офисы компании от Табок, в которые ты можешь прийти, там протезные предприятия, и там поставят тебе немецкий протез, например. Так это работало. Сейчас в 2017 году появился протез от московской компании «Моторика». Это первый бионический протез в России за долгие-долгие годы. Первый более-менее стоящий. Опять же, нужно понимать, что ребята, ну, все это делают, они, конечно, получают какие-никакие гранты, у них есть какие-то инвестиции. Но пока мы, ну, наши протезы отечественные не могут сравниться с иностранными, как минимум потому, что столько денег, столько миллионов долларов и столько лет, сколько было потрачено за рубежом, мы пока еще не потратили. Но я надеюсь, что компания уже, опять же, существует не первый год, и с течением времени протез нормальный, отечественный, не стыдный, который действительно будет конкурировать с иностранными аналогами, появится. Спасибо, Константин, за ответ. У меня еще один вопрос. Пожалуйста. А вот я вижу у вас с правой бибионика. Бибионик – это, если не ошибаюсь, наверное, финская компания. Финская, нет? Нет. Блин, я не помню. В общем, хорошо, хорошо. Но это же не немецкая, вот та самая. Конкретно вот этот протез был изготовлен английской компанией AirSales Tipper, но она была куплена в позапрошлом году, как раз компания отобок была поглощена, поэтому сейчас это, по сути, уже немецкий протез. Я понял. Вот у меня как раз вопрос. Когда изначально ты выбирал протез, самый первый свой, как ты вообще это делал? Да. Ну, то есть, вот именно, ты как-то гуглил в интернете или как будто сам процесс выбора? Да, да, да. Клево, спасибо. Спасибо. Ну, вообще, это большая проблема, и я этим как раз тоже сейчас занимаюсь. Проблема в том, что мы привыкли, в принципе, выбирать товары в интернете. Мы привыкли, что в интернете есть информация про все, про любой товар. Заходишь на Яндекс.Маркет, вводишь товар, читаешь отзывы, смотришь, что там со звездочками, какие фотки, класс, на Ютубе видеообзоры, здорово. Конечно, там очень много каких-то там ангажированных купольных отзывов, но тем не менее, ты хотя бы имеешь какую-то информацию. Как это устроено с протезированием? То есть, ты вбиваешь название протеза, тебе вылетает несколько роликов явно рекламного характера, вам чисто. Продают протез, показывают, как человек там в прекрасном доме красивом берет запотевшее пиво из холодильника, и ты думаешь, боже мой, ну вот же, вот же, что мне нужно. На самом деле, эти протезы, ну, в смысле, это такая рекламная и маркетинговая позиция, она понятна, но человек не понимает совершенно, какой протез ему выбрать. То есть, нет реальной какой-то базы отзывов, каких-то людей, вообще комьюнити людей, у которых можно было бы спросить. В основном на первых страницах поисковиков вылетают ссылки протезных предприятий конкретных, которые будут всячески и агрессивно продавать свои услуги, потому что, опять же, протезы стоят очень дорого, это большой рынок, и клиенты стоят дорого, и за них фирмы борются и используют порой, ну, нечестные приемы, вводят людей в заблуждение, порой обещают им просто, ну, какие-то те возможности, которые он, хотя они должны понимать, что человек не будет их иметь, но они их обещают, и это такая очень, вообще, этичность маркетинга в протезной вот этой сфере, она такая, очень вот дискуссионный такой вопрос, интересный. И поэтому я выбирал вот протез, вот выбрал именно так. Я выбрал, я увидел красивый протез, я увидел красивый ролик, я подумал, вау, он делает 13 жестов, наверное, это то, что мне нужно. Конечно, потом со временем стало понятно, что вот этот протез, который у меня сейчас на правой руке, он такой чисто презентационный. Я сейчас пришел вначале, переодел его, и вот, чтобы вам показать. Я в быту его реально не использую, он неудобен, он тяжел, он медленен, пальцы же сгибаются довольно медленно, он слабый, там, и не удержишь в руке тяжелое что-то. В общем, у протеза много проблем, то есть существуют другие протезы, которые там более, они могут не выглядеть так круто, то есть, например, как вот этот протез мой на левой руке, но он реально будет мне помогать выполнять какие-то действия в быту. То есть вообще процесс выбора, это очень важно, я сейчас занимаюсь тем, что делаю сайт для людей в России, на котором была бы собрана вся информация вот как раз такого характера, чтобы можно было прочитать отзывы реальных людей, реально использующих протезы, почитать о них и понять вообще, что выбирать, каким протезам протезироваться. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Почему протезирование так медленно развивается? Ведь вы сказали, что этому методу 60 лет, а сейчас время технологий, и почему нет больших скачков вперед, развития? Ну да, я скажу так, что, конечно, мы говорим о относительно небольшом все-таки рынке, если говорить вообще про количество людей, у которых там ампутированы руки, то это небольшое количество людей. Вообще 90% ампутации, которые происходят в мире, они связаны с ногами, вот, и 10% только ампутации связаны с руками, поэтому рынок не такой большой. Это одна из, ну, первых причин, что протезирование не так, ну, оно развивается медленно. Опять же, ну, может быть, что развитие пойдет по такой степени, что будут развиваться какие-то нейроинтерфейсы игровые, например, и вообще какая-то индустрия, в которой реально много денег, в которой реально много разработок создаст, ну, что-то такое, какую-то такую технологию, которую уже можно будет экстраполировать на протезы, и, соответственно, тогда и в протезах тоже будет какое-то новое развитие. А пока, да, пока отрасль протезирования развивается медленно, и в нашей стране, например, это отчасти связано с тем, что специалисты, которые работают в протезных предприятиях, те люди, которые, ну, непосредственно ставят людям протезы, это все взрослые мужики из Советского Союза, которым вот эти вот ваши 3D-принтеры, на которых печатать культиприемные гильзы, им этого, даже этого не надо, то есть им давай как пораньше, там, ну, как по-старому гипс, мы будем делать те слепок, в общем, как научили, так и будем делать. Отрасль очень консервативная, люди, работающие в протезировании, довольно взрослые все, мало-мало новых специалистов, мало новых идей, они есть, опять же, их не то чтобы нет совсем, но отрасль развивается медленно, это правда. Приветствую. Антон, у меня, наверное, полтора вопроса. Ты говорил про технологию, когда там ставят кучу-кучу-кучу датчиков и гиросист пытается угадать жест. А за счет чего она пытается угадать? То есть мы при разных движениях, человек совершает там как-то по разному мысу напрягает? Да, да, это именно, да, все, весь смысл в сокращении мышц предплечья, то есть у человека, сколько бы ни осталось, так скажем, руки, если у него там не электротравма, если его мышцы активны после ампутации, то они будут сокращаться и будут сокращаться немного по-разному, когда он, например, будет представлять, что он будет делать хват в кулак, или он будет представлять, что он шевелит указательным пальцем. Движения разные. И, соответственно, за счет вот этой вот разницы тренируется нейрофейс. Ну и как продолжение вопросов, полуторный. Ты говорил, что вот там на втором слайде, где человек был с имплантированными датчиками, и то, что в этом какого-то смысла большого нет. Не будут ли такие имплантированные датчики, которые будут находиться ближе к мышцам, более высокую точность давать и, соответственно, более лучшее предсказание обеспечить? Или выигрыш от такого действия не стоит того гемороя, который… Я не знаю. Вот тут я не берусь вам отвечать, потому что, опять же, факультет журналистики ВГУ. Но если… Ну вообще, я думаю, что если действительно технология с нейросетями получит такое широкое распространение, то наверняка будут эксперименты и будут пытаться сделать эти датчики более точными. И если для этого потребуется операция и вживление, то я думаю, что на это пойдут и будут это делать. Спасибо. Добрый вечер. Я бы хотел узнать, вы же ставили свои протезы в компании Оттобок? Ну, некоторые да, некоторые нет. А вот я хотел узнать, из какого материала они используют культиприемные гильзы? Культиприемные гильзы изготавливают из акриловой смолы. Иногда на нее наносят текстуру, могут положить какие-то такие сеточки укрепляющие прям поверх смолы или как это называется, забыть слово. В общем, в основе лежит акриловая смола. То есть это все довольно, опять же, как я и говорил про консервативность отрасли, это все делается так же, как 20, 30, 40, 50 лет назад. Есть компании за рубежом, которые печатают гильзы на 3D-принтеры из там всяких биоразлагаемых пластиков и вот всяких таких вот вещей. И, ну, в России пока это, ну, если где-то и есть, то я даже про это не знаю. То есть это не развито. Пока все делается со смолой. Да, да. Здравствуйте, Константин. Спасибо вам большое за лекцию. На ваших побостримом будущем когда-нибудь процессы смогут стать полноценной заменой и утраченной конечной? Да, я надеюсь, что да. То есть это в моих интересах. Я бы хотел, я бы хотел, но для начала, опять же, нужно сделать так, чтобы кисть реально хотя бы догнала уровень возможности нашей обычной человеческой руки, потому что, ну, у нас, знаете ли, мы, возможно, и стали людьми во многом благодаря тому, что у нас очень классная крутая кисть, которая может очень много всего делать. Да, и поэтому это сложный инструмент, и повторить его вот так вот в механике далеко не просто совсем. Но я надеюсь, что мы живем в классное время, в котором многое становится возможным. Константин, у меня еще один вопрос. Это в этой. Я хотел спросить, вот есть же протезы абсолютно нефункциональные, ну, из разряда вот просто там резинку надел и как-то вот банку пива взять и все, или бутылку вставить вот так и бухать. Вот, может быть, вы сталкивались с такими протезами, может быть, был опыт использования, или с людьми, как они вот с такими протезами вообще живут? Ну, опять же, люди делятся на два типа в этом смысле. То есть после ампутации человек либо понимает, что протез – это не какое-то суперустройство, которое возвращает человеку руки, а реально пытается приспособиться и научиться им пользоваться. Либо человек просто думает, что протезирование никак вообще не развито, протезирование никак не помогает. Иногда действительно человеку, например, если ты протезируешься где-нибудь в регионе, например, я не протезировался, например, в Воронежском протезном ортопедическом предприятии, оно есть. Я не знаю, какого уровня там протезисты работают. То есть в принципе можно сделать, даже если у человека появилась возможность поставить самый классный дорогой протез, но ему сделают такую культиприемную гильзу, что она просто будет человеку боль физическую доставлять. И человек не сможет пользоваться протезом. То есть это большая такая проблема, что отсутствие достаточного уровня количества профессионалов, которые могут сделать действительно удобный протез, даже если это какой-то простенький протез, но он будет удобный. Это тоже проблема. Поэтому многие люди разочаровываются в протезировании и просто учатся жить без протезов, например. У человека нет руки, он просто живем. Дальше без руки. И есть, у меня много есть знакомых, у которых травма, как у меня, то есть это парная ампутация на уровне предплечий, и они просто живем дальше без протезов. И они учатся просто и делают потом все, довольно много могут делать потом просто без протезов. То есть это действительно большая проблема тоже. Так и есть. Во-первых, хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы биология обогнала IT и лет через 15-20 научились уже белковые выращивать структуры или как у гидры, чтобы можно было отрастить. А вопрос вот еще какой. Ты сказал, что вот два протеза и меняешь обычный на презентационный. Каков период адаптации одного к другому? И два протеза, или на самом деле может быть два, три, пять, и каждый удобен для чего-то одного? Что пойти на пьянку, взять один? Да, да, да. Это именно так. Вот это действительно так. Не в смысле, что про пьянку, а в смысле, что действительно, чем больше у человека протезов, тем больше он может мочь, скажем так. Существует огромное количество разных вообще специализированных протезов. Есть отдельные протезы для рыбалки, есть отдельные протезы для игры на гитарик. Это просто механические такие штуки, которые позволяют держать медиатор, например, у человека, если односторонняя ампутация. Есть протезы для спорта, для всевозможного. То есть, в принципе, чем больше у человека протезов, тем больше, скорее всего, у него будет возможностей заниматься разными, разнообразной деятельностью. По поводу периода адаптации, нет, никакого нет особо, потому что я говорю, что протезы все работают пока одинаково, по одинаковому принципу, от одних и тех же мышц. Ну, просто ты поймешь, что эта кисть очень там, ну, непривычно долго сжимает, надо просто не торопиться. То есть, ну, такие вещи. А конкретно так, чтобы ты сделал совершенно, что ты не можешь сделать, потому что у тебя новый протез, это вряд ли. Это будет, я думаю, период адаптации, будет, когда я, наконец-таки, доберусь до вот этой новой технологии с множеством электродов и нейросетями, попробую ее. Это действительно будет уже нечто принципиально новое, и надо будет уже приспосабливаться. Второй момент, прежде чем сюда пойти, посмотрел перспективные наработки. На приматах уже некоторое время используют, когда вскрывают черепную коробку, ставят сеточку нейронную, и рука уже достаточно, даже у обезьяны, она использует ее ничуть не хуже обычной уже руки своей. Иногда используют ее как третью руку, помогая. Но вот вопрос, там получается инвазивное вскрытие. Как полагаешь, насколько страшно допустить вскрытие, вмешательство такое вот в мозг? Может быть, лучше действительно оставить как бы втягивание? На данном этапе очень страшно, конечно. Если, опять же, пройдет много лет, и будет уже там поколение обезьян, которые будут, у них будет отдельная цивилизация, у них будет по третьей руке, руке из головы насти. Последняя, как специалист по журфаку, наверняка читал повесть о настоящем человеке, когда, получается, освоил танец лучше, чем многие, имея биологические ноги. Да, да, да. Не было ли желания освоить, нет, что-то руками лучше, чем то, что сейчас, чем не владел раньше? Да, хороший вопрос. Ну, это интересно, это надо думать. То есть я, ну, там, я лишился каких-то реально возможностей, которые имел раньше. Например, там, я играл на гитаре раньше. Для этого необходима хотя бы одна рука, то есть, чтобы играть на ней. Сейчас у меня нет такой возможности, я там переключил просто свою деятельность, там я электронной музыкой теперь занимаюсь. Вообще было бы здорово, да, как минимум для того, чтобы научиться делать что-то такое эдакое. Может быть, рукой стены пробивать, как мне обычно говорят. Ты не пробовал стены пробивать? Может быть, это не другая игра. Да, да, да. Может быть. Что-то... Мне нравится ваш подход. Вы вселяете какой-то... Правильно, лучше экспериментировать и вот с таким подходом жить. Здравствуйте, меня зовут Марина. Насколько я знаю, у компании Моторик была такая разработка совместно с компанией Вэмпилком по сбору обратной связи. Но этот сбор обратной связи, насколько я знаю, он был непосредственно для врачей. То есть отслеживалось то, как реагирует протез, на какие импульсы, и эти данные получали врачи. Есть ли какой-то систематизированный сбор данных обратной связи непосредственно от пользователей протеза? То есть, подождите, вы имеете в виду... Ну, действительно, Моторика собирает обратную связь с пользователем протеза, она собирает же как раз информацию про пользователя, то есть про его активность конкретную. Про то, как реагирует протез. Да, да, да. А вы имеете в виду про его конкретно физические какие-то кондиции, да, состояния? Моторика собирает эти данные и передает их врачам. Да. Соответственно, они уже как-то это интерпретируют. Нет, она... Насколько я знаю, опять же, то есть компания Моторика занимается тем, что ставит на свои протезы вот эти вот отслеживающие устройства, которые отслеживают, например, количество циклов открытия-закрытия протеза в сутки, насколько часто и много пользователей реально пользуются протезом. То есть это скорее такое, ну, как бы, больше, вот знаете, надо убедиться в том, что человек реально пользуется протезом, насколько активно. То есть это в первую очередь для этого. И, ну, как бы, это довольно примитивное, ну, примитивный массив данных. То есть это не то, чтобы там какие-то еще иные, более серьезные данные собираются для врачей. То есть насколько я знаю, это так. В конечном счете, вот знаете ли вы про такие случаи, чтобы обратную связь собирали непосредственно с пользователей? Чтобы там у вас спросили, вот протез реагирует так, вам это не нравится, как бы вы хотели? Нет, нет, про такое ничего я не слышал. Вообще, скажем так, тренд на то, чтобы как-то вообще спрашивать человека, который пользуется протезом о том, как ему, чтобы это спрашивала компания, которая разрабатывает протез, он вот появился буквально, вот появляется только сейчас. Раньше, ну, как бы, протезы разрабатывают люди, которые, ну, примерно представляют, что там, как должен, ну, что такое протез, это рука искусственная, сейчас сделаем искусственную руку, дадим людям, и все. Нет связи вообще прямой между людьми, которые делают протезы, которые их используют. И вот сейчас только появляется в России комьюнити людей, использующих протезы, которые, ну, вот как-то коммуницируют вообще и говорят, в принципе, говорят людям, как нужно делать протезы, а как не нужно. Что нужно делать в протезах, а что излишнее, и совершенно, ну, в этом нет необходимости. Ну, и тогда мой второй вопрос, как бизнес-аналитик, не могу его не задать. Вы, как пользователь, можете сказать, как на ваш взгляд, чего не учли, и чего бы вам хотелось, что можно было бы очень просто реализовать в этих протезах? Да, я, ну, у меня много вообще хотелок, у меня есть отдельная такая лекция, для которой я читаю иногда для людей, там, которые занимаются непосредственно разработкой протезов. Вообще нет такой классной вещи, очевидной и логичной, кажется, даже. Это не требует каких-то супертехнологий и супер, там, понимания. Но человек в протезах, по сути, лишён жестикуляции. То есть я не могу конкретно, там, быстро показать кому-нибудь факт, например, или показать, не знаю, какой-то, дать какую-то экспрессию руками конкретно, вот, вот, там, ну, вот как-то, это отсутствует. Меня, на самом деле, больше всего беспокоит факт, потому что это, ну, очень реально необходимо человеку в России особенно, который с протезами производит всегда фурор в любой маршрутке. И, как бы, нужно тоже немножко защищаться от вот этого внимания публичного. И вот, например, жестикуляция какая-то более продвинутая, чем вот такое, это было бы здорово. Нет, ещё есть много таких более уже сложных желаний, типа того, что вряд ли одним протезом можно взять несколько предметов и держать в руке. То есть мы можем, там, держа в руке один какой-нибудь небольшой предмет, брать просто ещё другой предмет этой же рукой. Протезы, протезы это сделать не получится, то есть они устроены довольно примитивно. Если я возьму один предмет в руку и попытаюсь взять другой, просто тот предмет выпадет, этот я возьму. То есть нет возможности вот такой мультизадачности, что ли, взять одним протезом какие-то разные предметы брать. То есть, но это уже технологии более должны быть высокого уровня. И так далее. На самом деле, хотелок очень много, даже, не знаю, наверное, эти основные были. Хорошо, спасибо за ответ. Спасибо. Сначала хотел бы поблагодарить за интересную лекцию. У меня такой скромный маленький вопрос. Вот каково пользоваться, ну, в нашем современном мире, когда все зависят там от гаджетов, компьютеров, телефонов. Есть ли у вас какие-то проблемы? И если с этим проблемы есть, как с ними бороться, пытаются? Ну да, ну вот, как конкретно с ней я борюсь? То есть, вообще, современные протезы только-только вот буквально сейчас, которые выходят, они умеют работать вообще с сенсорными экранами. А сенсорные экраны, это, ну, сейчас, ну, это вот, это все, как бы, это, да, любое взаимодействие наше с интернетом. И это очень важно. И, к сожалению, вот у меня протезы не работают сами по себе с сенсорными экранами, они их не чувствуют. И вот конкретно на вот этой вот у меня, на левой руке, на мизинце, странный вот этот серый скотч и вот эта вот штука, это все наша совместная с моим отцом такая технология, как мы сделали возможным вообще работать с сенсорными экранами. То есть, здесь намотана под перчаткой косметической, намотана медная проволока много, она идет под пальцем и выходит вот здесь вот, и тут токопроводящая ткань все это закрывает, соответственно, я могу пользоваться телефоном. Пользоваться гаджетами вообще протезы, конечно, не очень удобно, особенно эти хорошие гаджеты, которые жалко ронять, потому что, ну, не ронять совершенно не получится точно, поэтому, ну, конечно, есть небольшие проблемы с гаджетами. То есть, я, например, для звонков использую там до сих пор кнопочный телефон, тоже, ну, потому что его легче быстрее достать и ответить, если он упадет, будет не так жалко. Но если я использую там смартфон, ну, в смысле, мне нужно в интернет, я использую смартфон, то точно так же его ношу с собой, просто как бы не использую его вот в этой спешке быстро вытаскивать там из кармана. Спасибо. Здравствуйте, я хотел вас поблагодарить за лекцию и задать вопрос. В общем-то, вы хотели показать нам картинку, на которой было показано, как прикрепляется большое количество электродов к верхней части руки все-таки. И вы сказали, что это должно повысить моторику. А насколько сейчас моторика развита у протезов? И я также хотел спросить, ну, раз это электромеханический протез, то насколько хватает заряда этого протеза? Ну, заряда протеза хватает, ну, на разный срок в зависимости от модели протеза и от того, насколько старый аккумулятор. То есть, если этот протез новый, как и новый телефон, аккумулятор держит долго. Если аккумулятор много лет, аккумулятор, соответственно, его время работы снижается. Ну, вот конкретно этот протез стоит заряжать каждую ночь, потому что его хватает где-то на день, наверное, работы. Протез вот на левой руке хватает дня на три активной работы. И, например, этот протез, аккумулятор в него встроен внутрь, и чтобы его зарядить, нужно как-то, ну, зарядку достать и вставить просто в гнездо, вот в это вот, и заряжать как мобильный телефон. В этом протезе аккумулятор внешний, достаточно вытащить аккумулятор, и просто если у тебя есть запасной с собой, достаешь, вставляешь и идешь дальше. Это намного удобнее, конечно, возможность горячей замены аккумулятора дает тебе какую-то независимость от розетки. А по поводу моторики, то есть, я так понимаю, вы имеете в виду мелкую моторику, насколько мелкие такие манипуляции можно производить. Опять же, все тоже очень индивидуально. Я бы мог научиться, опять же, там завязывать, например, шнурки вот в бабочку, но мне как-то вот, как-то это не было необходимости. То есть, я обычно завязываю обувь один раз, и больше ее не развязываю, и как бы так, так, так дальше и живу. Опять же, если человек, если у него стол столкнется с такой необходимостью, что надо, он сможет научиться это делать. Опять же, сначала у него будет это занимать много времени, потом со временем это время будет сокращаться. Чем больше человек, в общем, чем больше человек, чем чего-то хочет научиться, тем быстрее он с этим справляется. Конечно, мелкие предметы не очень просто с ними. Пуговицы, опять же, мелкие, не очень приятно. Больше всего меня раздражают монеты, которые падают на ровный пол, или банковская карта, упавшая на гладкий пол. Вот это самое прекрасное. В общественном месте, когда все ходят, да, и ты. Ужасно. Вот, да, конечно, мелкая моторика не очень классно развита, но, тем не менее, в общем, если захотеть, то можно и в космос. Коллеги, ну, подумайте, может быть, еще два вопроса, которые у нас будут, помимо вот этого. У меня вопрос есть. Когда я услышал, что нельзя факт показать. Нет, вообще можно. Можно. То есть у меня нет возможности быстро это сделать. Да, и то, что вы модифицировали протез, чтобы телефон мог, можно было телефон управлять. Мне стало интересно, а есть ли чеки-модификации, может, видели? Можно как-то перепрошить протез, чтобы добавить жесты? Ну, это хороший вопрос. Я не знаю, то есть таких ребят, которые прям вот занимались тем, что на уже существующих протезах пытались как-то поменять что-то и сделать нечто иное, потому что, ну, это ты вряд ли где-то покажешь потом, ну, ты не сможешь это продать потом, скажем так, потому что все же дело в том, что, ну, если ты взял чужой протез и что-то там его модифицируешь, ну, ты можешь это сделать для себя, но ты не сможешь это продать. То есть, поэтому это не пользуется популярностью, эта идея, и поэтому я, ну, не слышал. То есть, есть много ребят, которые занимаются разработкой своих протезов, вот их много, начиная от студенческих всяких хакатонов, вообще какие-то стартапы небольшие, существуют в разных регионах России даже, и это нормально. А так вот, чтобы на чужих протезах там что-то в прошивке лазить, нет, такого я не встречал. Ну, это мы ждем, киберпанк, то есть, это чуть дальше, наверное, нужно дожить, чтобы… Да, да, это есть, это есть уже. Да, да. Ну, смотрите, протезы вообще, они сложные механизмы, они ломаются довольно часто. Например, вот в этом протезе там внутри 5 сервоприводов, на каждый палец по одному, там микроконтроллер, который там что-то делает, опять же, да, в факультете журналистики не забываем, и довольно много сложной электроники внутри, и очень много чему есть сломаться. И чем протез более навороченный, дорогой, и чем больше он делает жестов, тем больше вероятность, что он легче сломается. Этот протез ломается очень часто, и если его использовать прямо, ну, нормально, так прямо, вот, делая все дела, то он у тебя будет ломаться там каждый месяц точно. Вот этот протез ломается редко, и он ломается примерно раз в год. Это такая рабочая лошадка, она прямо вот справляется с нагрузками, с температурами, и у него предел прочности. Ну, вот раз в год – это отличный результат для протеза бионического. Когда иностранный протез ломается в России, его чинят только за рубежом в России, протезистам запрещено залазить внутрь, и, соответственно, мне нужно отправлять протез в Москву сначала, откуда они отправят его в Германию, и там его починят, вернут назад. Все это занимает два месяца, и вообще вопрос сервиса стоит тоже очень остро. Проблема в том, что человек часто остается без протеза, когда протезы ломаются, и это большая проблема. А слева от компании Отто Бок протез называется Милл Фейсер. Я пользовался двумя моделями отечественных протезов, как раз от компании Моторика и от компании Арм. Иностранными протезами я пару раз манипулировал при помощи электродов, просто сжимал-разжимал, там еще руку Микеланджело, Микеланджело Хэнд, тоже от Отто Бок протеза. Но так вот, чтобы прям использовал нормально, вот четыре модели получились. Ну, я говорю, что пока еще все-таки я бы себе точно бы такой сделать не стал, потому что, опять же, они еще в начале пути, протез часто выходит из строя, они достаточно силен, ну, много проблем. Но, надеюсь, что со временем они все это справятся. Все, да, у меня? Спасибо. Клево, спасибо. Я постараюсь рассказать про то, что мы делаем с точки зрения IT. К сожалению, у нас не было опыта работы непосредственно с биоанитическими протезами, ну, наверное, потому что там мало софтвера, а мы все-таки софтверная компания, и мы больше ориентированы на разработку всякого разного программного обеспечения. И, например, на этом слайде, да, я постарался показать, что вообще мы делаем. То есть, вот, например, я, в частности, представляю нашу Health Care and Life Science, как мы ее называем, практику, да, которая, как бы, по сути, концентрирует людей, которые занимаются разного рода медицинскими проектами. То есть, мы понимаем, как-то, мы помогаем различным госпиталям, например, да, автоматизировать их рабочие места, чтобы это были какие-то бумажные карточки пациентов, да, мы делаем системы, которые делают использование услугами госпиталей намного более удобным и эффективным для пациентов. Мы предлагаем разные решения в сфере телемедицины, мобильной медицины, там, где всякие новые носимые девайсы и так далее. Также, что интересно, это разрабатываем, помогаем разрабатывать ученым различные новые медикаменты. Вот сейчас вообще новая такая тема очень на взлете, где как раз объединение машинстворнина, нейросети и так далее помогает очень сильно ускорить процесс разработки новых лекарств. Ну и, на мой взгляд, самое интересное, да, это у нас есть целый набор проектов, да, которые посвящены непосредственно разработкам различных медицинских устройств. И почему кажется это релемантным, как бы, нашей сегодняшней теме? Потому что принципы разработки медицинских девайсов, а протезы являются ими, они, в принципе, похожи и имеют много общего. И я надеюсь, смогу показать, какие проблемы, помимо научных, стоят перед теми же самыми группами, которые на хакатонах что-то придумывают, да, и что мешает им продвигать их ноу-хау на рынок, и с тем, чтобы люди в дальнейшем этим пользовались. Ну, прежде всего, что такое медицинское устройство, да, то есть, медицинское устройство, это, по сути, все от шприца, но вот я привел в пример кохлеарных имплантов, да, то есть, это тоже некие бионические, на самом деле, протезы, но которые интегрируются непосредственно в слуховой нервы человека, да, и помогают при каких-то конкретных заболеваниях улитки в ухе, как бы им помогают слушать, пышать. Значит, но при этом нельзя все медицинские устройства, ну, причёствовать под одну гребёнку, потому что, ну, шприцы, чтобы сделать шприцы и вывести их на рынок, нужно определённое количество трудозатрат, да, чтобы сделать кохлеарный имплант и его вывести на рынок, нужен абсолютно другой уровень затрат. И что тут самое важное, да, что определяет, помимо какой-то научной составляющей и технологической составляющей, что определяет вот эту вот сложность выведения на рынок, это, по сути, риск, который несёт это устройство пациенту или людям, которые его используют, например, это могут быть какие-то медработники, да, которые тоже могут использовать какое-нибудь устройство. Значит, по этому риску выделяют несколько групп, скажем так, медицинских устройств. Вот, например, шприцы, да, они где-то в самом низу, да, от класса 1, а вот кохлеарные импланты – это уже класс 3. То есть это то, что непосредственно при неправильном его работе может, ну, привести, возможно, к гибели человека или к каким-то подзовным негативным последствиям. И вот то, какой уровень риска несёт в себе медицинское устройство, определяет, сколько, собственно, сил нужно приложить для того, чтобы вывести на рынок. Также, раз мы говорим про медицинские устройства, хочется отметить такую категорию, скажем так, софта. Собственно, так она и называется – Software as a Medical Device. То есть некоторые программные средства, они помогают людям решать некие медицинские задачи. И поэтому, с учётом того, что степень риска этих задач достаточно высока, то их тоже причисляют к полноценным, в принципе, медицинским девайсам. И процесс выведения их на рынок, он, в принципе, мало чем отличается от процесса выведения физических девайсов на рынок. Именно поэтому, собственно, это позволило нам немножко окунуться в эту сферу, потому что мы с Hardware не работаем, мы работаем только с Software. И вот, прикоснувшись к этим Software as a Medical Device, мы, собственно, понимаем, как это происходит в целом. Можно следующий? Да. Собственно, в чём проблема? Проблема в том, что было бы, наверное, не очень правильно, если бы каждый, кто бы придумал какой-нибудь медицинский девайс, начал его производить и продавать всем. То есть очень важно, чтобы кто-то следил за тем, чтобы эти устройства не причиняли, опять же, вред пациентам, не могли никого убить нечаянно и так далее. То есть обычно этим занимаются специальные органы, которые проводят, собственно, сертификацию этих девайсов. Например, в России это Rostandard, в Америке это, так называемый, Food and Drug Administration орган, который занимается и разработкой медикаментов, и медицинских устройств и так далее. В Европе это CMR. Притом, тут интересно отметить, как бы сложность прохождения получения той или иной сертификации, он как бы разный. Например, я слышал про некие устройства, которые в России легко используются, но при этом они еще далеки до того, чтобы получить FDA какой-нибудь сертификат. Также, например, CMR, европейский его получить легче, чем FDA. И поэтому многие производители, например, сначала пытаются получить CMR, потом приходят в Америку и говорят, что у нас уже есть европейский сертификат, и им по упрощенной программе делают FDA. Что эта сертификация значит для непосредственно производителей медицинских устройств? Это значит, что у них должен быть некий формализованный процесс разработки. То есть они не могут просто так как-то на коленке склепать какой-нибудь там либо процесс, либо любое какое-то другое устройство. Да, у них должно быть регламентировано, как и что, когда они делают. И вот в этом процессе очень много составляющих. И разработка, придумка этого какого-то устройства на самом деле зачастую даже и не самая большая часть. Бывает намного сложнее провести потом все остальные работы необходимые для того, чтобы вывести это устройство на рынок, чем просто его разработать. Да, то есть что тут, например, нужно будет? Да, тут нужно будет тестирование, в принципе, достаточно очевидная вещь. То есть валидация, то есть мы не можем протестировать какой-нибудь имплант в каких-то лабораторных условиях. Вернее, мы можем это сделать, но при этом мы не можем его выпустить на рынок до тех пор, пока мы не попробуем этот имплант на каких-то реальных пациентах. Пускай сначала на небольшой группе, но тем не менее, чтобы убедиться, что он работает, он выполняет свою функцию, для чего он предназначался. Также вот с чего начиналось, то есть все риски, которые есть, так или иначе, они должны контролироваться, они должны митидироваться, то есть какие-то меры по их минимизации, они должны применяться и так далее. Конечно же, документирование, то есть когда все, чтобы получить какой-нибудь FDA approved, то есть нужно подать очень много всякой разной документации, которая описывает ваш продукт, как вы его делали и так далее, и только потом вы можете рассчитывать на то, что вы сможете продавать свое устройство на рынке Америки. Почему это важно? Потому что, собственно, там деньги, там и прогресс. И поэтому очень важно компаниям выходить на международный рынок, чтобы они могли получить больше ревеню, чтобы они могли его вкладывать в новые какие-то разработки и так двигать науку и вообще-то там все. Как я уже говорил, мы больше сфокусированы именно на разработке софта. И на этом флаге я попробовал перечислить как минимум те задачи, которые мы внутри бета-арта помогали нашим клиентам так или иначе решать с помощью софта. То есть, например, это помощь при проведении различных медицинских манипуляций. Тут чуть дальше будет пару примеров про это. И очень важно, что, ну, с одной стороны, и правда, то есть, как бы медицина это достаточно такой костный, что ли, сфера, да, то есть, как бы ее сложно раскачать, все нововведения, они туда приходят очень медленно и так далее и тому подобное. Но при этом иногда приятно осознавать, что даже у нас бывает, приходит кто-нибудь профессор, которому уже дофига лет, но который говорит нам о том, что там, я хочу в 3D что-то делать, да, и иначе не все потеряно. И плюсы, вдобавок к нему, еще приходит очень часто уже новое поколение людей, которые знают про все эти 3D принтеры, про все эти нововведения, и которые стараются их использовать в каких-то новых продуктах. Также непосредственно моделирование имплантов. Тоже чуть дальше расскажу небольшой пример. Проект не взлетел, но, тем не менее, как бы пример мне кажется показательный. И, в принципе, это, даже если абстрагироваться от нашего примера, это то, что работает, то, что используется. И, ну, собственно, функционирование медицинских устройств, то есть во многих медицинских устройствах зачастую есть некая там софт-составляющая в виде какого-то embedded, либо чего-то такого. Я не уверен, что это есть в эбионических протезах, про которые мы только что разговаривали, но в целом во многих устройствах это как бы присутствует. Можно еще. Да, ну, собственно, достаточно лаконичный слайд про пример наших проектов. Некоторые из них в стольной степени будут различными соглашениями о неразглашениях и так далее. Поэтому я постараюсь на словах просто рассказать, что мы тут делали. То есть первый проект – это инструмент для планирования операции по протезированию тазобедренного сустава. То есть, в принципе, операция достаточно стандартная. Был керамический имплант, и его надо было как бы протезировать. Но особенность нашей работы тут заключалась в том, что это был как раз пример того, как новые технологии заходят в мир. То есть раньше для того, чтобы протезировать что-то, люди-врачи ограничивались просто 2D-снимками компьютерной томограммы, и все. К нам пришел клиент и сказал, что мы хотим эти модели вращать, и мы хотим видеть, как вот, грубо говоря, кость устроена, даже с тем, чтобы видеть ее со всех сторон и лучше и качественнее планировать операцию. В чем там суть? То есть, значит, к нам на вход приходили 3D-модели анатомии человека и импланты. И врач мог, грубо говоря, мышкой посмотреть, какой размер импланта больше подходит этому человеку, поставить его на место, посмотреть какие-то измерения, которые система сама ему считает, а-ля насколько миллиметров его нога увеличится или меньше, что у пациента, какие там будут углы разворотов и так далее, и выбрать оптимальное положение. В итоге это очень сильно помогает при проведении операции, потому что до этого они должны подготавливать несколько моделей импланта, несколько размеров имплант, и там уже на месте, вскрыв пациента, грубо говоря, смотреть, какой из них лучше подходит. Этот подошел? Окей. Нет. Смотрим другой. Сейчас же у них появляется возможность более точно решать, что они будут использовать уже, даже, грубо говоря, куда-нибудь усверливаться в ход человека уже на этапе планирования, то есть, когда человек еще, может быть, об этом не знает, но, наверное, догадывает. И, с одной стороны, это как бы очень полезная штука, но это как раз влечет некие риски, то есть, а что, если эта система ошиблась? И, собственно, поэтому это один из примеров такого медикого девайса. То есть, это реальное приложение, которое позиционируется как медицинский девайс, и который проходит еще до сих пор все вот эти вот круги ада, чтобы получить аппрув ФДЕ, Синемарка и уже с ними. Значит, проектирование ортодонетических систем. Тоже достаточно интересный пример. Он более простой, наверное, с одной стороны, он более распространенный, но при этом он совсем не прост с точки зрения его реализации. То есть, тут тоже используются некие DECOM-данные, то есть, данные, полученные в результате компьютерной томограммы. Из них строится некая 3D-модель, и потом с какой-то очень хитрой и сложной математикой из этой 3D-модели вычленяется, где там идет ясна, где там идут зубы. И задача всего этого приложения, чтобы врач мог спланировать, как ему систему брекетов организовать таким образом, чтобы она идеально подходила под финальные задачи, то есть, чтобы челюсть была выправлена, прикус встал на свое место, может быть, какие-то зубы надо удалить и так далее. И система, она пока в разработке, но одна из конечных целей этой системы будет запрещаться как раз в том, что она поможет предсказать и показать врачу, и, может быть, пациенту, как будет меняться его челюсть в ходе проведения этих всех операций, которые с ним пока проводят. И третий пример – это моделирование глазного протеза, как раз тот проект, который не взлетел, по причине недофинансированного, то есть, клиент не смог поднять денег под этот проект. И это очень такой интересный пример в том плане, что клиент озадачился вопросом, как сделать быстро глазные импланты. И они вроде как и так делаются, и достаточно хорошего качества, и так далее, но он захотел сделать это, во-первых, быстрее, а во-вторых, как-то оптимизировать этот процесс, чтобы это было все и качественнее, и дешевле. И, например, он приводил пример, зачем это нужно, потому что, например, дети, если там в ходе чего-то, какого-то заболевания, может быть, да, они теряют один глаз, то любой лишний день, когда они без вот этого глазного протеза куда-то обязаны идти, выходить, это может быть для них серьезная психологическая травма, и нужно максимально минимизировать время, когда там такое получается. А такое с глазными протезами, к сожалению, может получаться, потому что они могут там разбиваться, еще что-то с ним может происходить. Поэтому вот клиент считал, что очень важно, как бы, ну, это задача решить. Значит, что они предлагали, да, то есть они предлагали печатать эти глазные протезы на 3D-принтерах. И в этом случае наша система, она должна была по какому-то набору очень ограниченных каких-то данных достроить модель финального протеза таким образом, чтобы он максимально соответствовал здоровому глазу. Вроде как задача решаемая математически, но, опять же, повторюсь, у клиента не хватило денег, он не нашел инвестирования, и пока что он к нам с этим не вернулся. Вот все вот эти примеры, которые я тут привел, их всех объединяет несколько вещей. Первое, что все-таки прогресс, он пускай не так быстро, но он идет. И вот даже как-то трансформируется осознание, то есть 3D постоянно входит в нашу жизнь. По сути, все эти примеры проектов, они все про 3D. То есть 3D, оно тут, оно рядом уже. Это во многом достигается за счет того, что растут вычислительные мощности, система начинает достаточно быстро обрабатывать большие объемы данных и так далее. Например, первый проект, это вообще, этот инструмент планирования операции, он доступен в вебе. То есть профессор может из любой точки мира зайти в приложение и спланировать, как он будет делать операцию своему пациенту. Изначально они вообще хотели еще мобильное приложение, но, к счастью, от этой идеи отказались, потому что вообще выглядит странно планировать операцию лежа на диване в мобильном телефоне. Но, тем не менее. Плюс, вот эти все проекты, как мне кажется, их объединяет еще тот факт, что они, скажем так, не такие тривиальные какие-то IT-решения. То есть там за каждым из них стоит огромный пласт математики, которые доблестно наша команда пытаются решить для разных проектов. И как бы они все интересны. И то есть нам буквально сегодня по первому проекту заказчик прислал фотографию о том, как они там реально сидят с каким-то профессором и реально на экране компьютера наше приложение. И вот он говорит, что планер как бы в работе. То есть, как бы, вот очень приятно, потому что ты понимаешь, что через них там проходят реальные пациенты, реальные люди, и, собственно, этот инструмент позволяет как-то улучшить жизнь этих реальных людей. Так, наверное, там уже все. Да. Собственно, у меня все. Если какие-то вопросы, буду рад ответить. Разговорится о программном обеспечении, вопрос. Работали ли над проектами именно с обратной связью? Нет, не работали. И, насколько я знаю, сейчас эти проекты, они вот где-то в зачаточном состоянии только. Я вот когда готовился к презентации, на самом деле нашел пару статей о том, что, ну, например, по примеру того импланта для слуха, да, тоже вроде как хотят интегрироваться, да, грубо говоря, с нервной системой, да, с тем, чтобы можно было как раз получать некую обратную связь и управлять имплантом иначе. И вроде как есть какие-то вроде наработки у кого-то, да, но это все пока что на уровне каких-то разговоров, и там явно еще не идет речь о том, чтобы это стало чем-то серьезным, чтобы это прошло некие там сертификации и в лучшем рынке, наверное, появится. Дима, насколько я знаю, у нас в основном наши клиенты это какие-то представители частных компаний, частных клиник, правильно? Да. А бывали ли случаи, чтобы заказчиком для DataArt в рамках разработки являлся институт, научный центр или что-то более государственное? Обращалась ли, то есть, наука за помощью к таким центрам разработки, как мы? Ну, как бы, когда я первый раз говорил «да», как бы, там на самом деле было немножко «да» и «нет», потому что вот это же первый пример планера, да, там к нам пришло вроде как компания, некий стартап, да, но при этом этот стартап составляют люди, там профессора, хирурги, которые при этом работают в неком там учительном государственном колледже Великобритании. То есть это где-то вот как бы на грани, но так, чтобы к нам приходил, например, НХС, да, вот, типа Минздрав из Великобритании, такого нет. И, как бы, они, видать, как бы, им это, может быть, и не надо, потому что, ну, в нашей стране как-то все, наверное, идет сверху, да, вниз, а у них больше бизнес двигает это, поэтому если приходит какой-нибудь, вот тут показать, например, про глазной протез, то есть есть люди, у них есть горящие глаза, есть деда, и они пытаются только поднять деньги, да, то есть вот там работает, мне кажется, так больше. Ева, спасибо. Здравствуйте, большое спасибо за лекцию, которая завела техническими подробностями. Для меня стала большая новость, что существует глазной протез, не могли бы вы рассказать, что он себя вообще представляет на данный момент? Ну, по сути, вот то, про что говорил я, там все грустно, там это, по сути, просто кусок там стекла или чего-то такого, да, то есть почему там его можно было печатать на 3D принтер, да, потому что, ну, это просто некая там материя, то есть она никак никуда не интегрируется, она не позволяет вернуть зрение и так далее, это просто эстетически, чтобы человек как бы выглядел как бы, да, двумя глазами, вот, как бы ничего более. При этом, опять же, да, я читал, что вроде есть какие-то там наработки о том, что что-то там, опять же, только для какого-то ряда заболеваний глазных, связанных, по-моему, с сенчаткой, да, что-то учатся люди делать как-то, чтобы вернуть зрение или его улучшить немножко. Но это пока только наработки, к нему реально с ним вроде воссталкиваться пока. Добрый день, такой вопрос. Может быть, на всяких, вы видели, наверное, на многих айтичных ресурсах одно время было много информации про IBM Watson, который вроде как планировалось использовать в, если ошибаюсь, при лечении онкологии. То есть, когда он там пользуется большой базой данных пациентов, их там анализов, там результатов процедуры и так далее, там, медикаментов и так далее, и на основе этого всего как-то рекомендовать наиболее эффективность для конкретного данного пациента лечения. Вот что вот известно о подобных и других системах, если они вообще в природе взлетели там, и там тоже Ватсон взлетел, не взлетел, и я, допустим, ни о чем другом подобном никогда больше не слышал. Ну, по поводу именно Ватсона, я вряд ли могу что-то сказать, чтобы это было прям правда. Значит, что я думал об этом всем. То есть, вот в принципе, тут кажется, что ничего сложного нет. То есть, кто такой врач, когда ты к ним приходишь? Он просто собирает с тебя какую-то информацию, а потом на основании своего опыта он просто говорит, что ага, у тебя там красное горло, дай какие-то анализы, там какие-то показатели, иначе, скорее всего, он генит. В принципе, заставить какую-то систему обучить ее и заставить ее делать то же самое, в принципе, это несложно. И насколько я знаю, подобные вещи, они уже начинают делать, и правда. Но пока что это носит такой некий рекомендательный характер. То есть, пока что вряд ли мы можем полностью полагаться на некую машинную систему, которая скажет, что лечит этого человека вот так, да, и будет ему счастье. Поэтому, скорее всего, всегда рядом стоит врач, который все-таки свое какое-то экспертное мнение выражает. Это как, например, когда беспилотный автомобиль, да, все равно там рядом сидит водитель, который пока что контролирует, что тот никуда не уехал. Но при этом, вот где на самом деле очень хорошо работают вот эти вот обработки больших данных и так далее, я упоминал нашу помощь, да, ученым в разработке медицинских препаратов. И вот, например, там это используют. То есть, например, ну, как бы, есть несколько перспективных кандидатов на то, чтобы быть лекарством. Да, врачи их анализируют, начинают их испытывать. Каждый из их кандидатов, они их анализируют, пытаются испытать на животных, потом на людях и так далее. Скорее всего, на животных все оканчивается. Но система машинного обучения, они позволяют среди этих большой кучи кандидатов выбрать тех, которые более перспективны, которые с большей долей вероятности будут и правда помогать против конкретного заболевания. И вот таким образом получается некое ускорение процесса собственно выхода на рынок новых медикаментов. То есть, заместо того, чтобы начать тестирование и детальное изучение там 100-500-1000 кандидатов, у них получается некая горстка кандидатов, которых они тестируют и получают что-то на выходе. Субтитры создавал DimaTorzok